Добрый день, друзья! Доброе утро! Спасибо вам огромное, что Вы пришли Спасибо, что Вы пригласили Вы знаете, просто спасибо, что Вы пришли потому что наше приглашение... ничто по сравнению с Вашим визитом Ну продолжайте! Ну продолжайте! Я буду это продолжать течении всей программы Сегодня такое будем делать рыбу в слоеном тесте Рыба в слоеном тесте То есть это можно было бы назвать... Французский рецепт Пирогом не называйте Рыба в тесте Потом горячую закуску Всякие морские гады И вот в этих раковинах Прекрасно В раковинах, я хочу обратить внимание Сегодня наша гостья принесла из дома Посмотрите, это настоящее Это настоящее Я могла бы сказать, что я их собирала сама Но это неправда Очевидно, что они уже не раз готовились Запекалось И сок томатный Который будет с табаско С лимоном И с сельдереем И с анчоусом Анчоус будет специально положен С доски Вот так Это мы делаем для Это мы делаем для вот этой рыбы То есть мы начинаем с рыбы Что мне порезать? Морковку нет? Да И потом Вот это то, что вы прекрасно делаете Мелко-мелко стружкой Соломочкой Вот так И потом Все, я все понял То есть как будто бы мы готовим Скажите, пожалуйста Что? Сибулет Вот этот маленький Такой зелененький лучок Вот он, вот он красавец Вот он красавец Так Его я режу Все мытое, да? Все мытое Вы не представляете Это слово Мы дважды даже Дважды Это рецепт французский Это французский А откуда же он приобретен? Кто тот самый француз Что поделился с вами таким рецептом? Или это вы? Знаете, у нас была такая ситуация В Париже Когда там Моя семья там проживала А я к ним приезжала периодически То мы С моей свекровью замечательной Готовили каждый день что-нибудь Но мужу так это надоело Одно и то же Курица, мясо, рыба и так далее Что он сказал Я вам выпишу рецепты И вы, пожалуйста, готовьте их По этим рецептам Среди этих рецептов Был еще и вот этот рецепт Который я Как, знаете, говорят Грибы давали пробовать дедушке Так мы решили на гостях попробовать И первый раз, значит Я приготовила вот эту рыбу И как-то удалось Получилось, да? Да И закрепился И мне нравилось, что это быстро Довольно И даже получилось красиво Так и все удивлялись Восхищались И достаточно? Еще, еще, еще Еще режем дальше Крупновато? Это уже вышивание будет Вы знаете, ваша коллега Актриса Яковлева Из Тября Современи Однажды Приедя сюда в СМАК Заботливо предложила мне Убрать плесень из сыра С плесенью А Вот А в конце, когда я это сделал Это было непросто Сказал, что я была Страумной шуткой И ей не нужна ни плесень Ни сыр Ни я Расскажите, дорогая Марина Как прошли? Мы буквально недавно С радостью отвечали Ваш грандиозный успех На гастролях Триумфальный Триумфальный Я люблю эти слова Да Триумфальный успех В городе Лондон Это правда Гастроли Театра Современной Чистая правда Вы рады ли, что это были первые гастроли в Лондоне за долгие годы? В Лондоне вообще, по-моему, впервые Вообще никогда не было гастроли, да? Были в Париже И были в Америке Были в Сиэтле И на Бродвее играли И в этот раз Там тоже было Сколько было? Три спектакля, да, вы возили? Нет, мы играли три наименования Три наименования Крутой маршрут Три сестры и Вишневый сад Я была занята в Крутом маршруте И в Вишневом саде Ну, да и три сестры тоже, скажем, участие в современнике Когда-то Ну, ладно, но просто Ну, тоже Ну, тоже А, кстати, как лондонцы Приятно было видеть, что они стояли в очереди перед спектаклем Все билеты были проданы за два месяца Мы очень гордились этим И действительно, этим можно гордиться А почему никто не хлопает? Я не берем Почему так? Как будто бы у нас тут Все гости из Театра Бостовета С такой ненавистью Почему это вдруг? Друзья, давайте разделять Это победа России Редкая Это вам не с Ираном в футбол играть Хорошо, заберем Да? Так, теперь мы отрежем ненужные ноги И все это уберем Ну, соответственно, поскольку вы были в Лондоне Я не могу не спросить вас О кухне Соединенного Королевства Чем питались артисты театра «Современник» И открыли его для себя что-нибудь Я не могу сказать, что английская кухня Чем-то таким меня поразила Новым Неожиданным Ну, исторически считается, что англичане Что вот английская кухня, она не очень вкусная Это рыба с картошкой Запеченные голуби Эти пироги Но при этом, как ни странно У него достаточно много хороших поваров В общем, известных мировых Как раз родом из Англии Но они потом все уехали, видимо, во Францию То есть все-таки для вас гастрономическая столица мира – это Франция Ну, думаешь, что Италия, конечно, и Франция Италия, и Франция А нагревается сковородка? Нужно ли маслица? Да, чуть-чуть, вот так немножко Чуть-чуть маслица, чтобы она тоже нагревалась, да? И мы уже будем сейчас выкладывать Я могу вас попросить вот так же нарезать вот эту вот белую часть Белую часть, ее колечками, да? А что это вы делаете, Марина? Не скажу сейчас даже Даже я не знаю, как это назвать Видите? Он неудачный Это черная работа Он неудачный Он неудачный Я с ним встретилась не вовремя Подождите, с этим луком что-то он? Да, с этим луком Неважный, да? Должен быть красивый Он полежал Ну, давайте вот так вот Давайте, давайте Давайте порежем его тоже кружочками так вот Тоненько-тоненько-тоненько Вот так же, тоненько-тоненько-тоненько Сейчас вот я возьму и прямо Вот так вот прямо, да Потому что, наверное, если у нас пари такой, то, наверное, лучше бы, чтобы и репчатый лук был тоже таким кружочками, да? А я напоминаю, что у нас там уже внутри сельдерей, морковка, петрушка, лук-парей и сибулет И... Вот этот тоненький лучок Тоненький лучок зелененький А это слово, оно... Оно, по-моему, по-французски Оно французское А это не лук-резанец, который мы называем? Может быть, да Может быть? Резанец Да, да Лук-резанец В общем, английская кухня как-то... Не произвела Ну, у меня вообще с кухней сложные отношения, я ведь не люблю ничего Как-то... Вы не любите есть? Я не люблю есть, да, это ужасно Как удачно я к вам пришла, да? Не представляю тебе, какая пропасть вдруг Рассказать, как я прекрасно готовлю, как я не люблю есть Вот это же так удивительно, вы готовите его и прекрасно, и это уже... Сразу видно Да А я не буду... Бросается в глаза Бросается Да Они... кому не бросается, бросит Все Все Значит, ставим на огонь сковородку Да, масло Масло Раздительное Немножко Немножко Это вот Да, вот так вот чуть-чуть Вот так И пассеруем Так Легко и быстро То есть, соответственно, поскольку вы к еде достаточно равнодушны Да, у вас И не спросить о том, какой еде вы наиболее равнодушны Какое наименее блюдо, которое... Я как-то люблю не еду, а вот какие-то, знаете, закуски, вот какие-то мелочи вот такие Которые едой не называют... Ну, какие-то маленькие салатики, маленькое что-то, еще маленькое что-то У меня очень быстрая наедаемость Могу ли я высказать смелое предположение, что залогом вашей красоты, внешности и всего прочего является именно то, что вы сдержаны... Я ждала этого, прям этой фразы вашей красоты Вашей красоты Нет, у меня всегда была проблема всю жизнь Что я никак не могла поправиться и мечтала об этом Мечтала Я весила 45 килограмм всю жизнь И с кем бы я ни встречалась, с людьми совершенно незнакомыми Они всегда говорили, как вы похудели Вот с первой фразы вместо здравствуйте, боже, как вы похудели Они ведь не представляют, что такие люди вообще бывают Ну, 45 килограмм Поэтому мои мечты, они воплотились в то, что я все время пила кофе, пиво, я его соединяла со сметаной Я делала что-то натурально пыталась поправиться И никогда у меня это не вышло Потом шли годы А люди-то думают, что это годы изнурительных тренировок, пробежек вокруг лесопарковой зоны Именно Шли годы И, в общем, как-то все пришло естественным путем Ну, так, но мы будем перекладывать вот сюда, да? Да Это должно остыть, вообще-то Вот я вот так вот сейчас попассирую, попассирую Должно похрустывать, да? Да, да Должно чуть-чуть похрустывать Товарищи, ну и, наконец, пятнадцатый тост подряд за руководителя нашего НИИ Вера Петровна, Вадик, проснитесь, проснитесь, сейчас горячее подадут Из кинофильма «Монолог» Дорогие друзья, Смак на первом канале У нас в гостях сегодня Марина Ниелова Наверное, можно выключить Выключаем И, наверное, остывать-то должно здесь или уже? Нет, лучше, чтобы где-то, где она остыть именно может, реально Давайте переложим это тогда Вот эту смесь Так И вот это тесто, да? Эту бумажку, кстати, можно класть прямо на противень Так Ну что, прямо вот так вот и положим Да, прямо вот так вот кладем Так, что теперь? Теперь вот это надо, холодное Холодное? Да, должно быть холодное А мы не имеем возможности сейчас сделать пока по бокальчику? Можем Вот, понимаете, о чем я говорю? Да По бокальчику Друзья, значит, посмотрите, самый важный момент Должна остыть начинка Вот, начинка остывает И сейчас мы имеем возможность быстро сделать тот... К оперативу, поскольку сейчас утро К оперативу мы не будем делать Владимири, а мы сделаем Virgin Mary Да, Virgin Mary, друзья И к нему очень хорошо Непорочная Mary Непорочная Mary Да Да, то есть что такое непорочная Mary? Без водки, грубо говоря Водки нет, все остальное есть А остальные, основные... Дипломатический оператив это называется Да, причем основные ингредиенты Это соус табаско Да Это сельдерей, прошел сельдерей Это свежевыжатый томатный сок? Да Так Вот так Я так понимаю, что это же можно прямо с кожей же прямо вот так можно, да? Некоторые выжимают сок И потом удивляются, почему он не напоминает сок из пакетов В сок пакетах, друзья, богат консервантами И томатной пастой Анчоусы Так, друзья, я с вашего позволения Все у нас готово Можно, да? Тут очень удобно, что... Странно, ребята, эти ваши анчоусы Да Ну, потому что они с костями Мальчишки с костями вышли Нет таких мальчишек, способных избавить этих мальчишек от костей Ну, вот именно Вот Что нам еще требует? Значит, вот у меня, посмотрите, кувшин Давайте туда Табаско буквально на вкус Прямо уже туда На нюх, на запах, да Посмотрите Лимон, соль, перец Лимон, вот еще важно Немножко лимона Я сюда уже мой сок Угу Ну, так Ну, так, чтобы, знаете Ну, вы знаете, сколько, да? Да, вот я думаю, что вот столько, не меньше Так Теперь мы сюда же Да, черный перец, да? Ну, можно белый Так, теперь вот этот Вот это я прошу вас сделать Вот это вот самое страшное вы мне даете, да? Слушайте, ну ладно, ну, пускай Ну, вот, знаете, начнем с трех Так нет, ну, три это ничего С трех пяти капель Так Так И, наконец И, наконец, соль И тоже, в общем-то, я бы не стал Бояться Бояться Когда там есть лимон Вот так Я посолю Так И еще раз У нас не хватает одного ингредиента Мы это с Мариной признаем Который называется Вустершерский Вот, Вустершер 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 Друзья Наливаем Гулка забились кусочки льда Край бомбала Приятный, приятный Льд, кстати Так Так Звук чудесного И? И теперь Без соломинки же это пьется? И закусывается этим Потому что это с сельдереем Прекрасно идет Ну что? Ура За вас Абсолютно Закусывайте сразу Хорошенькое сочетание Назовем это так Овощи на подушке из лосося Да, можно и так Обратная ситуация Так, теперь Второй вот у нас Ах, вот Я-то забыл Соль, перец Но это потом? Потом Можем сюда сейчас посыпать чуть-чуть Чуть-чуть соли, перца И вот это, да Чуть-чуть пройдем Таким душистым Так И вот это тоже И вот это тоже А с солью можно Вот это соль, да? Да Давайте Прямо на руку Вот-то и таким вот образом Вот Так, а теперь вот Где будет лицо ее Подождите Где будет лицо рыбы? Где будет лицо Классический хирург? Да Где мы его сделаем? Ну, на узкой части Ну, давайте Тогда узкую на узкую кладем Узкую на узкую Да Так вот Да И Так вот Так Теперь Мы должны Это закрыть Вторым слоем тесто Уже без бумаги? Без бумажки, да Сейчас я это пытаюсь сделать И теперь Да Куски абсолютно Ап Ап И вот теперь Самая важная задача Оставив тесто И порвав Так С виду Это будет лицо Да А она снится с морщинами Уже в годах Ну, пожилой сом В годах Данечка была Рыбакит Назовем ее Ну что, вот этой скреплялкой Вдруг разойдется То есть еще И вообще Это обрезает Понимаете? Давайте вот я бы сделал Вот это вот обрезает Вот только чтобы оно Скрепится ли это, да? Да Ну смотрите Все происходит А и вот плавнички И вот плавнички Друзья Ну Я не знаю, что сказать Ну, Марина Я знаю, что сказать Ой Затейливо Затейливо вы Текс Так Это как будто Значит И два глазика поставим Два глазика Смотрите Двазастая рыбка Самое противное Вы предлагаете А носик из чего? Ну-ка, это странное Знаете, я Сличик, это странное Я просто редко Я вообще стыдно У рыбы Вы не рыбак, значит, да? Совсем нет А я рыбак Да ладно Да, обожаю Вы любите Так Так Все Хватит Все Мама Мама, проснитесь Там Степан на кухне Ваш юбилейный пирог ест Из кинофильма Тень Дорогие друзья Смах на первом канале У нас в гостях сегодня Марина Ниелова Рыба-то хороша Рыба-то да И подмигивает она Глазом своим оливковым И смотрит И как бы говорит своим ртом Зубастым, между прочим Отпусти меня Отпусти меня в духовку поплавать Минут на сколько, кстати? На 35 На 35 Если вдруг она начнет Очень быстро жариться Так То надо будет ее фольгой прикрыть Вот так Достаточно Ну, на мой взгляд, процесс Мы еще Еще важный момент Нам нужно ее перенести При помощи вот этого Не могу закончить этот процесс Все, рисую и рисую При помощи вот Так Как-то мы ее туда Так Здесь И теперь Теперь таким же способом Сейчас она скатится уже полегче Вы ее ловите внизу Вот она Друзья Что-то еще? Или вы уже начали что-то следующее готовить? Подождите 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 Остановитесь Я боюсь просто очень много вашего времени Молодец Не волнуйтесь Все 210 градусов Да Верхний, нижний В центр В центр В центр В центр В центр Ряд Восьмой Да Вот я думаю Куда мы раковину поставим? Тогда это чуть опустим Это опустим Раковину поставим Так Мы вполне готовы к финальному аккорду А именно Горячие закуски У нас есть наборчик из Морских гадов Да, морских гадов Просто прямо Как это как-то гадом называть Морские хорошенькие гады Что еще нам нужно У нас есть мидии У нас есть маленькие кальмарчики У нас есть маленькие осьминожки У нас есть креветки И шампиньоны Друзья Как рассказала мне Марина Это можно даже замороженную смесь Да, ее просто разморозить Для этого нужно разморозить Мы взяли это и опустили на 2 минуты в кипящую воду Для того, чтобы это все вот так Теперь что дальше? Теперь что доска Доска, пожалуйста Теперь мы вот так вот шампиньоны Вот так вот просто режем Вот такими Порезаем шампиньоны Просто вот такими вот дырочками Да? Но сегодня, друзья, я хочу еще раз напомнить Всем вам А на самом деле себе Что нас кормит с вами Марина Мьенова А это приятно Знаете, Кань Вот чтобы, конечно, чтобы была полная картина Вот мы сейчас приготовим Должны есть, а вы должны нам пуговицу пришивать Тогда будет абсолютное проникновение в кинофильм Так, что мы будем Так Вот этих гадов тоже можно немножко Сейчас я скажу Сейчас, смотрите, с чего начинать По-моему, с этих С карманов И как? Тоже достаточно вот так вот колечками, да? Вот так, да Вот такими крупными Да Так И у вас сыр и менталь есть? Сыр и менталь есть Расскажите Кулинарные и гастрономические пристрастия режиссеров Проявлялись каким-то образом в съемочных процессах? Они меня лишали своего общества просто за столом Поскольку я аппетит вызвать не могу Могу только испортить его Поэтому Уденькая актриса с большими глазами Грустными, да? Ну да И вы нас просили отойти, да? Мучительный, жующий Мучительный, жующий, одно и то же Я могу уже вот так? Да И мидии тоже Вот так Я таких-то чуть не забрала Так вот всего понемножку, чтобы Микс из морепродуктов Выкладывается в раковины Не соленых, кстати Я разрезал лимончик Сейчас брызнуть или потом? Сейчас, я думаю Чуть-чуть Сейчас Вот Так, ну что, я уже перебрала, наверное, да? Да Все, хватит А вот это? Теперь вот тоже по такой вот буквально Небольшой горсти По горсти Да Можно свежие шампиньоны, можно вот такие Можно из банки Можно из баночки, да Так, сделали И сверху сыр Сверху нет еще, не сыр А что же? Отгадайте Ничего себе Ветчина? Да, такое странное, да, сочетание Вы знаете, Травия Марина, я могу сказать, что вы Может быть, вы кому-то пытаетесь убедить то, что вы не любите Есть Но все, что вы делаете, говорит об обратном Майонез Теперь Майонез 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 Соответственно А значит ли это вот ваше прохладное отношение к еде, что вы на кухне как к эксперименту относитесь? Безусловно Да или безусловно нет? Да, безусловно Я почему спрашиваю Инпровизация иногда Как смотришь, думаешь, а почему бы это не соединить с этим? И вот я сейчас вот таким вот образом Прямо вот Прямо вот так Прямо вот так Да И мы, друзья Так, с виду вроде так ничего С виду, по-моему, очень даже Давайте я попробую сейчас проговорить рецепт Вы мне поправите, если я ошибаюсь Значит, то, что называется закуска из морепродуктов На рак вины для запекания вы выкладываете коктейли из морепродуктов Это может быть что угодно, что можно поставить духовку Добавили к этому, сбрызнули его лимон Добавили к этому коктейлю Ветчины Порезанных шампиньонов Сверху немножко майонеза Тертый сыр Кемменталь Или любой сыр, который хорошо плавится И после этого мы поставим это в духовку И вы сами поймете и увидите, когда это будет готово Так, рыба в слоеном тесте Ну, значит, мы делаем подушку из овощей Для рыбы в тесте Что входит в эти овощи? Это сельдерей Это лук-порей Это морковка Это лук-резанец Это просто репчатый лук, порезанный маленькими колечками И это петрушка И все это мы пассируем на сковородочке Так, чтобы овощи, с одной стороны, были уже мягкие Но, с другой стороны, твердые Немножко хрестили И даем этому остыть На кусок теста, раскатанного, слоеного Мы выкладываем филе лосося Поливаем его заранее немножечко лимоном Немножко соли, перца Сверху на кусочек рыбы мы выкладываем овощи И накрываем еще одним кусочком рыбы, которую мы посолили, поперчили и сбрызгали лимоном И закрываем все это еще одним куском теста А дальше фантазия Подскажет ваша фантазия Вы можете из этого слепить подводную лодку Можете слепить из этого космический корабль Можете слепить из этого пассажирский автобус Можете слепить рыбу, как сделали мы И теперь яйцом, желтком покроем это И духовку Минут на сколько, кстати? На 35 На 35 Это блюдо в два раза вкуснее, когда оно холодное еще Да, на следующий день оно будет еще лучше Вот Ну что же Ну С премьерой С премьерой, друзья Я прошу вас Мы сейчас поднимем батал за удивительную актрису Потрясающую женщину и чудесного кулинара Марину Ниелову Спасибо Друзья Час расплаты А вы знаете, я... Может, с этого начнете? Давайте, церемониться не буду Так, температура Ложку, ну да, конечно Вкусно Это, слушай, знаете, что вкусно? Взметил А я знаю, что вкусно Сочетание ветчины и морепродуктов Оно странное Оно странное и вкусное Вы, я так понимаю Эх, да, ну в духе В духе того, о чем вы говорите Знаете, я обычно настаиваю, чтобы гости у нас что-то пробовали Но в этом случае Если вы не съедите Ведь простая математическая формула Будет очевидно, что больше съедим мы Я надеюсь Позвольте я Ну, как бы, ну, подступиться так Ну что, это? Друзья, скупайте, пожалуйста, волосы Друзья, недавно был праздник 23 февраля День защитника Отечества Давайте пожелаем вместе с вами Всем защитникам нашего Отечества Чтобы хотя бы один раз в неделю Ну, скажем, по четвергам У них было такое завтра Да, да, да Валя С вашего позволения Друзья Что сказать Сегодня Мы готовили вместе с Мариной Ниеловой Давайте поаплодировать Я сейчас помню Мы продолжим Дискусировать о том, есть или не есть А у нас, друзья, пауза Вернемся с вами Ну, в следующий раз Когда вы узнаете, что Тархун, между прочим В переводе с белорусского означает Любите батьку, как он любит вас Пока АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.